Думы Артёмовского городского округа Основным докладчиком выступила Лариса Асаржи, начальник управления финансов администрации города. Бюджет 2021 года формировался в условиях высокой неопределённости развития экономической ситуации в связи с пандемией COVID-19. Сумма 3 млрд 541 млн рублей – это не только собственные доходы округа, но и дотации из краевого и федерального бюджетов. Эти средства, которые были дополнительно распределены нашему округу, более миллиарда рублей, были направлены на образование, физическую культуру и спорт, благоустройство территории и дорожную деятельность. Такой же принцип формирования бюджета был в этом, в 2022 году. Таким же он планируется и в следующем. Когда формируется краевой бюджет, мы обращаемся с своими заявками в правительство Приморского края, с предложениями, часть из которых удовлетворяются при формировании краевого бюджета. Отчет об исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2021 год был принят единогласно. Для того, чтобы понять и принять такой важный документ, нужно обладать немалыми знаниями. Для этого депутатам пришлось поработать с документами. Я всегда удивляюсь, конечно, нашим специалистам и финуправления, и контрольно-счетной палате. То есть, вот такие объемы обработать, переосмыслить и правильно все это выдать, это очень дорого стоит. Ну и на самом деле, то, что администрация сегодня делает, делали в 2021 году, то есть, я думаю, все видят в городе тротуары, дороги, тех местах, в которых мы даже не думали, что когда-то мы будем там что-то делать. Сегодня это делается. Ну, это же важно, да? Сегодня сколько благодарности мы получаем за те скамейки, просто за скамейки, которые установлены вдоль дорог. Люди просят, чтобы их больше ставили. Они на самом деле нужны. На заседании Думы также были приняты решения, касающиеся имущества, жизнедеятельности и границ города. Помимо этого, депутаты увековечили память жителей Артема. Теперь сквер, рядом со школой номер 10, будет носить имя Кирилла Серавкина, а дендропарк Кедровое озеро – имя Александра Савченко. В таком составе Дума проработает до сентября и еще не раз соберется на заседание для принятия важных для города решений. Александр Натучев, Габриэль Филатов, Светлана Нурик, Городские новости, телеканал «Лента». Детская школа искусств номер 1 объявляет прием учащихся в первый класс на 2022-2023 учебный год. На отделение керамики, художественное, хореографическое, музыкальное по специальностям, фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, гитара, балалайка, синтезатор, эстрадный и народный вокал. Срок обучения – 8,5 лет. В первый класс принимаются дети в возрасте от 6,5 до 12 лет, в зависимости от программы обучения. Дополнительное учреждение реализует развивающие программы на музыкальном и художественном отделениях. Срок обучения – 5 лет. Принимаются дети от 9 до 12 лет. Детская школа искусств номер 1 реализует платные услуги по обучению детей дошкольного возраста на отделение раннего эстетического развития, помогающего подготовить и адаптировать учащихся к общеобразовательной школе. Срок обучения – 2 года. Принимаются дети от 4,5 до 5 лет. Также открыт набор детей 2,5-4 лет в группы раннего музыкального сенсорного развития. Занятия способствуют социализации и самовыражению. Речевому развитию тренируют память, координацию движений и воображения. Зачисление будет проводиться по результатам конкурсного отбора. Обучение вашего ребенка в школе искусств – это творческая самореализация, раскрытие его талантов и одаренности. Ждем в нашей школе по адресам. Город Артем, улица Партизанская, 3. Поселок Заводской, улица Ленина, 9. Поселок Артемовский, улица Каширская, 51. Прием документов с 20 мая по 1 июня. За справками обращайтесь по телефону в Артеме 471-98, в Заводском 94-1-12, в Артемовском 4-51-24. Редактор субтитров А.Семкин.